99% космоса нематериально. Но сегодня современная физика говорит об этом нематериальном измерении бытия как о чрезвычайно мощном. Они говорят, что по большей части нематериальность — это тьма. И мы не знаем, что это такое, но назвали это тёмной энергией. В этой культуре, в югической культуре, мы всегда называли это каала. В Индии есть два её аспекта. В нашей культуре мы не разделяем слова «время» и «пространство». Время — это кала, так же, как и пространство кала. Кала — значит тьма. Тьма означает пространство. Вы должны понять это. В своём жизненном опыте, прямо сейчас, из-за природы вашего зрительного аппарата, вы можете видеть только то, что отражает свет. Вы можете видеть эту руку, потому что она отражает свет. А что-то настолько жизненно важное, как воздух, вы вообще не видите, потому что он не отражает свет, если только вы не оказались в Дели. Здесь вы можете увидеть воздух. Так что всё, что не отражает свет, за пределами вашего восприятия, потому что для того, чтобы вам что-то увидеть, оно должно отражать свет. Только тогда вы увидите это. Потому что то, что мы считаем пространством тёмное, оно не отражает свет. Он проходит сквозь него, но вы этого не видите, потому что иначе вся жизнь была бы светом, который отражается от ничего. Итак, измерение, которое вы не видите, для вас — это тьма. А измерение пространства называется кала. И время тоже называется кала. Мы видим, по нашему опыту мы понимаем, что время является основой пространства. Благодаря самому факту наличия времени возможно точка А и точка Б. Вообще, логическое мышление говорит нам, что если есть пространство, то есть и время. Нет. Именно благодаря времени возможно расстояние, возможно пространство. Но мы не используем для этого разные слова. Кала означает время и пространство. Поэтому измерение нематериального бытия называется шиева. Шиева означает то, чего нет. Когда то, чего нет, присутствует здесь и взаимодействует с некоторым количеством энергии, которую мы называем шакти, внезапно происходит взрыв. Взрыв, взрываясь, оно принимает форму эллипсоида. Это то, что мы называем линга или первичная форма. Поэтому мы говорим, то, что является шиевой, то является нематериальным. Когда оно становится материальным, оно проявляется в форме взрыва, который мы называем рудра. Взрыв называется рудра. Периодически он взрывается, и мы называем эти периоды рудра. Когда он успокаивается, всё материально исчезает. Сегодня мы называем это творением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова